Приветствую всех, меня зовут Доминик и это очередной мой видео обзор оружия на Combat Arms. Сегодня я буду разбирать штурмовую винтовку XM8, которую все обещал, обещал, но никак не мог сделать. И вот сегодня наконец-то я обрадую тех людей, которые следят за моими видео обзорами. Эта винтовка, кстати, не требует званий и доступна за реальную валюту. И еще один нюанс по поводу Weapon Patch Kit. Я много просто читал на форумах, на сайтах, многие люди задавали вопросы, а что это. И вот я сейчас как раз покажу именно, что из себя значит Weapon Patch Kit и для чего он нужен вообще. Если у вас в инвентаре есть XMX оружие, вы его купили сами, на определенный срок он заканчивается или наоборот вам подарили. То есть вот эта вот штука, она как раз продляет. Вы просто кликаете на это оружие, Renew, и далее рандомным образом продляется срок использования этого оружия. Срок этот колеблется от нескольких часов до нескольких дней. Так, возвращаясь к оружию. Отдача, как вы видите, не очень большая для штурмовой винтовки и вполне контролируемая. Но самый, наверное, большой плюс этого оружия это наличие практически снайперского прицела. И при этом меткость при стрельбе одиночными довольно точная, насколько вы можете видеть. В статистическом сравнении эта винтовка определенно лучше, чем любой другой конкурент, скажем, из семейства ЭМОК, М4А1 которая, или М416 всякие CQBR, спешл версии. Вот, но в практическом применении, если честно, эта винтовка лично, по моим ощущениям, даже хуже, чем стандартная М416. Но это чисто мои впечатления. Бывая противников, мне всегда кажется, что винтовки не хватает скорострела. Хотя, в статистике, по скорострелу ее равен 75, это довольно высокий показатель среди всех штурмовых винтовок. Я не знаю, виной тому может быть довольно высокая отдача, или мои внутренние ощущения вводят меня в заблуждение. Ксаймот дамага, который здесь равен 41, я называю такой дамаг ни рыба ни мясо, потому что две сравнительные цифры. Два выстрела из этой винтовки отнимут у вашего противника 82 пункта. Два выстрела из Г-36 отнимут 90. И скажем, если этот противник используют так, как я использую скин Мэй, который дает минус 10% к броне, то вероятность летального исхода после двух выстрелов из Г-36 будет практически равна 100%. Здесь же, из ХМ-8, вам потребуется три выстрела в тушку. Так что большого смысла по поводу того, что Нексон внедряет в игру оружие, у которого дамаг чуть больше 40, и я, допустим, не вижу. Как я сказал, что одним из основных плюсов этого оружия является наличие снайперской оптики, но при этом это и минус этого оружия, потому что неоптным игрокам порой будет очень сложно определить расстояние до цели, если она находится довольно далеко. И это случалось со мной, как я вот говорил в одном из обзоров, когда в перекрестии прицела находилась голова противника, и я точно в нее стрелял, а пули летели в неизвестном мне направлении. Поэтому я бы не советовал пристреливаться со снайпера. Но винтовка, вот насколько я с ней успел поиграть, очень хорошо себя показала именно в замкнутых пространствах. С ней довольно легко делать спрей, и поэтому, играя с ней, используйте тактику внезапности, держитесь около стеночек, выскакиваете из-за угла, и неожиданно рашьте потом противника, потому что на средней дистанции, на дальней, она лично, по моим ощущениям, не очень себя хорошо показывает. Эта винтовка аналог реально существующего прототипа, разработанного немецко-американской фирмой, на базе штурмовой винтовки Г-36, своеобразная Г-36 Evolution. Проект после нескольких испытаний прикрыли, и эту винтовку сейчас вот можно видеть только в играх. Может быть, в реальности они столкнулись с теми же проблемами, что сталкиваюсь я, скажем, эта винтовка где-то в чем-то не дотягивает до своих конкурентов, а где-то им и проигрывает. Хотелось бы сделать небольшую ремарку специально для тех, кто в танке. Вот, потому что очень часто сейчас начал находить комментарии по поводу того, что вот, ты не обоснованно там засрал ту или иную штурмовую винтовку или автомат, то есть вот что-то в этом роде. И хотелось бы сказать таким людям еще раз, я делаю обзоры, сугубо делясь своими впечатлениями. Если хотите, это своеобразный видеодневник по игре. Если же вы с чем-то не согласны, никто вам не запрещает делать собственный обзор и видеогайд по тому или иному оружию. Тем более, для Combat Arms даже фрабс не нужен. Просто пользуйтесь внутренним видеограббером игры, и все. Встречаясь с геймплей игры, вы, наверное, заметили, что я сейчас использую мины. И это неспроста, потому что я люблю это оружие, но я до сих пор убежден, что это самое эффективное оружие, которое доступно в графе Support. Если у меня будет время и желание, я постараюсь сделать именно видеогайд по минам, расскажу как и где нужно их использовать, потому что сейчас, на самом деле, все мое свободное время занимает моя девушка, моя любимая Лили. И поэтому играть лично мне сейчас не очень-то и хочется. Кстати, вам советую найти любимого человека не сидеть и затрачивать все около компьютера сутками напролет. Реальность бывает куда интереснее, чем дурацкие компьютерные игры. Так, время подходит к концу, и напоследок опять хочется сказать, что если возникнут какие-то вопросы, предложения, пожелания, пожалуйста, можете писать мне на тамблер. Адрес моей страницы указан в первом титре. Пока с этим обзором я завершаю. Всем счастливо и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok